Соломоплетение Здравствуйте, Юлия Викторовна! Вы известны как человек творческий, занимаетесь соломоплетением, пишете стихи. И это не просто для себя, для души, но и как-то поделиться с жителями. Мы не побоимся сказать, что вы человек очень творческий и талантливый. Согласитесь ли вы с этим? Творчеством я увлекаюсь с детства. Но если сначала соломоплетение для меня было частью моей жизни, я обучала детей соломоплетению и аппликации, то потом мне в этой сфере стало тесно. И я решила немножко расширить свой кругозор и обратить внимание на мир вокруг. И поскольку соломка это природный материал, то я решила посмотреть, а что же еще можно сделать из соломки и то, что нас окружает. Это птицы, это какие-то цветы. Да, все это можно сплести из соломки, поучаствовать в выставках, получить различные награды как областного, так и районного уровня, побывать в разных странах. Но все-таки я чувствовала, что мне чего-то еще не хватает. И поэтому я решила немножко расширить свой кругозор. И новая страница в моей жизни даже для меня самой стала большой неожиданностью. Юлия Викторовна, мы, наверное, не ошибемся, если скажем, что в последние лет 5-7 стала очень актуальна тема вообще природы и родного края. Мир природы невероятно красив, но как получилось, что вы педагог дополнительного образования, проработавшая около трех десятков лет с детьми, обучая их аппликации и плетением соломкой, вокруг серьезно увлекались флорой и фауной родного края. В эпоху современных цифровых технологий уже как бы появилось больше возможностей. Если раньше были пленочные фотоаппараты, и там можно было либо 36 кадров сделать, либо 24, то особо не разгонишься. Но когда появились цифровые фотоаппараты, и у меня появился такой же, то очень захотелось опробовать эту технику. И чем больше я стала ходить по своим родным местам и фотографировать, то со временем появилось желание и больше узнать о мире природы. Я завела в интернете друзей, биологов, с университета преподавателей, которые помогали мне в изучении мира растений. Конечно, школьный курс ботаники дает начальные знания, но все-таки мне этого было мало. И со временем появились новые друзья, которые помогли мне во многом. И благодаря интернету я тоже получила очень много знаний. И только после этого я стала целенаправленно ходить по лесам, по нашим родным лесам и болотам, собирать какие-то интересные кадры в свою копилку. И потом появилось желание действительно делиться этим не только с односельчанами, но и с людьми из нашей республики и зарубежья. Юлия Викторовна, расскажите, почему именно дендрология стала этапом вашей жизни? Дендрология – это наука, которая изучает древесные и кустарниковые растения. Это очень актуально в лесном хозяйстве, поскольку позволяет изучить, какие растения лесные культуры используются при лесовосстановлении. А для меня дендрология – это особый случай, поскольку я стала собирать фотоколлекцию старых дубов, деревьев в 2-3 обхвата. Именно такие деревья меня стали привлекать, и в различных лесных кварталах я ходила и искала специально такие деревья. Это довольно-таки старые дубы, которые много повидали на своем веку, которые поражают своей мощью. Около таких дубов иногда происходят интересные встречи. Там можно встретить и косуль. Однажды я шла возле своего любимого троян дуба, который находится в заказнике Дивин Великий Лес. И там были высокие заросли растений на поляне перед дубом. И когда я шла, то я включила видео, иду среди цветущих растений, и вдруг буквально из-под ног у меня выскочила косуля. То есть я на нее буквально чуть не наступила. Но животное где-то дремало в этой высокой растительности, и так неожиданно выскочило. А почему троян дуб? Дело в том, что когда-то на старой карте, которую я нашла в интернете, карта Шуберта, это военная карта трехверстовка, 1866-1867 год, была названа местность за Казацким каналом, которая называется Троян дуб. Со временем я, когда увлеклась миром природы, я решила узнать, где же этот дуб находится. И попросила своего отца, чтобы он мне показал. Он сказал, что да, за Казацким каналом есть место, где находятся такие старые дубы, там он не один. Но Троян дуб, это дуб примерно в три обхвата толщиной. И мы пошли с отцом к Троян дубу. Мы к нему пришли, и в это время стала надвигаться гроза. Но обычно такие одиноко стоящие деревья мощные, они притягивают молнии, особенно когда гроза. И я в шутку сказала, туча уходи. И туча действительно ушла. Это было настоящее чудо. Я спокойно пофотографировала этот дуб, и с тех пор стала ходить к нему ежегодно. Юлия Викторовна, расскажите, пожалуйста, в чем суть все-таки Красной и Черной книги Беларуси? В Красную книгу Беларуси занесены растения, которые нуждаются в охране, поскольку они являются редкими и исчезающими. А Черная книга Беларуси появилась именно из-за того, что растения-агрессоры, которые вытесняют местные виды, являются настоящим бедствием для флоры нашей страны. А сейчас мы подожди к инвазивным растению рабиния лжеакансия. Это растение растет в нашем лесу уже довольно давно. Если его зацепить, то оно активно размножается побегами. Юлия Викторовна, вот все-таки вы отдаете каким видам предпочтения? Родного края или же все-таки инвазивным? Я, как коренная жительница Дывина, предпочтение отдаю местным видам растений, поскольку растения-чужестранцы являются агрессорами. Они вытесняют местные виды флоры и, соответственно, являются настоящим бедствием для нашей флоры. Юлия Викторовна, давайте остановимся более подробно на одном из краснокнижных растений. Как я уже говорила, дубы являются одним из моих любимых видов деревьев. Но дело в том, что под старыми дубами встречаются и краснокнижные грибы. Один из таких грибов – грифола многошляпочная. Она занесена в Красную книгу Беларуси. Не только Беларуси, но и Польши, и Украины. И вот я в нашем Дывинском лесничестве знаю места произрастания грифолы многошляпочной и в Болотском лесничестве тоже. Юлия Викторовна, расскажите, пожалуйста, какие все-таки экологические и экономические проблемы вызывает вот эта инвазия? Для борьбы с инвазивными растениями требуется прежде всего много средств. Поскольку если это же представители таких более мелких растений, то необходимо выкашивание, а это все средства. Если же это древесная растительность, например, как рабиния, лжеакация или красный дуб, то здесь уже требуются более серьезные подходы. Это нужны рубки этих деревьев. Следовательно, на все нужны денежные средства. Ну и к тому же эти растения вытесняют местные виды растений. Следовательно, какие-то виды погибают, и экономика тоже не получает необходимых прибыли. Тот же красный дуб американский, он вытесняет наш аборигенный вид, дуб черещатый. Этот дуб, получается, либо медленнее растет, вытесняемый красным дубом. Следовательно, это большая экологическая проблема. Птицы разносят семена инвазивных растений на большие территории, и в результате этого он оккупирует все новые и новые участки наших земель. Юлия Викторовна, спасибо Вам большое за то, что Вы нашли немного времени, уделили нам его и рассказали про разные растения нашего края и многих инвазивных растений. Пожалуйста, со временем мы еще встретимся на каких-то классных часах или где-то еще. Вы сможете почитать мои публикации о нашей флоре и фауне, и ознакомиться, получить какие-то новые знания. Может, кто-то увлечется и займется вплотную биологией.